Доброе утро, уважаемые трейдеры! Всех поздравляю с началом новой торговой недели. Меня зовут Илья Привалов, я являюсь аналитиком компании A-Markets и на ближайшую пятидневку буду проводить утренние брифинги для вас. На сегодня мы рассмотрим основной фундаментальный фон, который царит на финансовых площадках, а также выделим важные ценовые уровни по некоторым мажорным парам и динамику их развития в краткосрочной перспективе. Начнем мы наш обзор с российской валюты. Важным событием минувшей пятницы стало решение правления Центрального банка России о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов с 11% до 10,5% годовых. По сообщениям самой госпожи Набиулиной, данное решение содержит в себе долгосрочную монетарную политику по выведению инфляционной динамики на уровень 4% к концу 2017 года. С одной стороны, понижение кредитной ставки, безусловно, скажется положительно в сфере обслуживания кредитных долгов крупных предприятий страны, которые и так переживают не лучшие экономические времена. С другой стороны, многие считают данную политику сверх жесткой, что мешает развиваться отечественному бизнесу, а также ограничивает граждан в получении дешевых денежных средств, то есть другими словами займов. Что касается открытия самой валютной пары доллар-рубль в пятницу, то старт был задан с отметки 64,74 рубля за доллар. В 13.50 по восточноевропейскому времени лоу пары достигало уровня 64,03 рубля за доллар. Однако, несмотря на решение Центрального банка по снижению процентной ставки, доллар сумел отыграть свои позиции и вернуться выше цены открытия торговой сессии. Завершились торги на уровне 65 рублей за доллар. Стоит также отметить, что сегодня в связи с переносом праздника Дня России торги по валютной паре доллар-рубль проводиться не будут. Поэтому на вторник мы ожидаем роста пары к отметке 66 рублей за доллар. Как минимум. А дальше, конечно же, нужно будет следить за динамикой котировок черного золота. Собственно, поговорим и о нем. Нефть марки Brent. Следующим чекпоинтом данного актива будет предстоящая статистика Американского института по запасам нефти. Ожидается, что падение запасов нефтепродуктов будет продолжаться. Напомним, что предыдущее его значение составило отметку минус 3 миллиона 560 тысяч баррелей. Другим фактором в пользу роста нефтяных котировок в краткосрочной перспективе служит атака боевиков на нефтепроводы компании Shell в Нигерии. Крупные игроки, как можно увидеть из самого графика по Brent, использовали данный фактор для фиксирования бычьих позиций еще 9 июня. Если в краткосрочной перспективе мы получим на выходе похожий сценарий, то существуют веские причины для рубля начать восходящее движение против доллара. Открытие CFD на фьючерсы нефти марки Brent в пятницу прошло на отметке 51 доллара 85 центов. Закрытие контрактов завершилось котировкой 50 долларов 44 цента за баррель. На дневном таймфрейме актива можно проследить уровень поддержки 49 долларов. Собственно в понедельник сегодня мы ожидаем коррекционное движение к данной отметке. Возможно просадка достигнет глубины в районе 48 долларов. Однако говорить о смене восходящего тренда пока что рано. Как только мы увидим падение нефтяных цен, скажем, ниже уровня 45 долларов, что соответствует уровню поддержки конца апреля, тогда можно будет переходить окончательно на медвежий рынок. По европейской валюте основной новостной фон, который, собственно, и повлиял на ценообразование пары в пятницу, прошелся по Германии. Так, индекс оптовых цен за май вырос на 0,9%, индекс потребительских цен в мае увеличился на 0,3%, что, в свою очередь, свидетельствует об активизации покупательской способности граждан Германии. В свою очередь, гармонизированный индекс потребительских цен за май вырос сразу на 0,4%. Однако положительные статд данные по Германии не только не смогли укрепить евро, но и обвалили его более чем на 60 пунктов за пятничную сессию. Открытие валютной пары евро-доллар в пятницу, собственно, свершилось по курсу 1,1313 долларов за евро. Закрыли пару на 61 пункт ниже по курсу 1,1252. Ближайшая линия поддержки пары расположена на отметке 1,1200, откуда евро гипотетически может отскочить к уровню 1,1350 и, таким образом, взять реванш против доллара. Поэтому на текущий момент наиболее перспективная точка для входа на покупку расположена возле уровня поддержки 1,1200. По фунту, напротив, ожидаем коррекционное движение вверх к уровню сопротивления 1,4340. В течение торговой сессии понедельника индикатор Кайман указывает нам на преобладание покупателей. Это 60,67%, что в свою очередь подтверждает нашу теорию по продаже валютной пары. Поэтому лимитные ордера на продажу выставляем с отметки 1,4340 и вставляем уровень тейк профита в размере 20-30 пунктов. По японской валюте мы ожидаем ее дальнейшего укрепления на сегодня. Ориентировочный уровень поддержки это 106,2 иен за доллар, который, собственно, был уже пробит. Поэтому заходим на продажу валютной пары по текущей рыночной цене. И индикатор Кайман указывает нам на процент продавцов 31,17. Поэтому основным сценарием на краткосрочную перспективу остается укрепление иены. Что касается сегодняшнего макроэкономического фона, то он будет, конечно же, очень слабым. Поэтому данная торговая сессия идеально подойдет для позиционных трейдеров, кто любит работать, избегая рыночного шума. Но что касается основного фокуса трейдеров, то оно сейчас направлено на решение ФРС США по процентной ставке, которая пройдет 15 июня. Но об этом мы с вами поговорим в следующих выпусках. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь, задавайте их на нашем официальном YouTube-канале, на нашем форуме. Также можете задавать свои вопросы в чате. Оставайтесь с нами в курсе самых важных событий. И всем желаю попутного тренда. До завтра.